Я всех приветствую, дорогие подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Данил, добро пожаловать. Сегодня у нас будет обзор на новый нож от новой компании, которая называется Bestech Man. Ну и моделька самого ножа называется Данди. Поехали. Bestech Man это отдельное подразделение компании Bestech Knife. Только вот теперь они сделали более точную градацию. Теперь Bestech Knife именно занимается производством ножей среднего ценового сегмента и высокого ценового сегмента. То есть это титаны, N390, порошки, различные фэткарбоны и так далее. А вот Bestech Man теперь занимается бюджеткой и они нацелены конкретно на EDC ножи. Сейчас в наличии у самого бренда в принципе всего три модели. И вот одна из них попала уже непосредственно ко мне в руки на обзор. Характеристики у модели Данди следующие. Общая длина составляет 205 мм, из которых на клинок отмерено 85 мм. Толщина по обуху 3,2 мм. D2 используется в качестве стали на клинке. Заявленная твердость это 58-60 единиц под клинком. Rockwell в закрытом положении длина ножа составляет 120 мм. Liner Lock, ну и короче говоря, весит вся вот эта вот история 92 грамма. Есть он в абсолютно разных цветовых решениях. Как в классике, то есть это сатинированный клинок и черный G10 на рукояти, так и во многих других. Джинсовая G10, красная G10, такая оливковая и даже белая. В общем и целом, есть из чего выбрать в точке зрения цветовой палитры. Так что же такое Данди, с чем его вообще едят и для чего он нужен? Когда вы возьмете этот нож впервые в руку, вы сразу поймете, что это неплохой EDC-шник. Кстати, его дизайнером выступает Ostap Hell, тот самый поляк, который делал дизайн для компании V-Knife, например, Arsenal, для компании Real Steel, тот же самый Metamorph, ну и сейчас непосредственно тот, который подружился с компанией Bestech Knife и непосредственно Bestech Man. Данди это весьма интересный и удачный EDC-шник во многом благодаря своему клинку и форме. Это, как бы так сказать, Drop Point, но мне вот он, честно говоря, немножечко напоминает даже клик. У него есть фальш-лезвие, дол на вылет, за который, кстати говоря, можно, если приноровиться, открывать нож с помощью Spidey Flick, то есть таким вот образом. Но также его можно открывать с помощью этого дола, стандартным вручным открытием, как делал тот самый Муми Трой. Но основной инструмент открытия у клинка это непосредственно флипер с насечкой, который сделан, кстати говоря, очень и очень грамотно. Когда мы что дергаем за него, что мы на этот флипер, в принципе, просто нажимаем, нож открывается благодаря однорядному керамическому подшипнику в усевом узле из любого положения и довольно легко. Сатинированный клинок, спуск и практически от обуха, как я уже говорил, сведенная от 0,4 до 0,5 мм, D2, это, в принципе, довольно классные характеристики для EDC-ножа. При этом он, кстати, не тяжелый. Напомню, его вес составляет всего лишь 92 грамм. Продвигаемся, если к рукояти, то сразу встречаем новый вот такой вот стилизованный осевой винт от компании непосредственно Bestec of Man. Если раньше там были интересные узоры, то теперь это вот такая вот якобы буква М, кстати говоря, которая благодаря антипроворотке, которая здесь есть, всегда будет у вас находиться в одном и том же положении. Вы банально маму осевого винта не сможете поставить в рукоять так, чтобы буква М была в какую-то другую сторону, как раз-таки из-за антипроворотки узла. Про подшипники я уже говорил. Замок у этого ножа это Liner Lock. Liner Lock в качестве шарика тетента использует керамику, то есть по материалам все, как и подобает в 23-м году, то 21-го века. У него присутствует одна единственная подпальцевая выемка, вот она. Сюда идеально в моем случае ложится указательный палец. Все остальные же падают на прямой участок, поскольку рукоять ножа прямая, и благодаря этому он спокойно сидит в руке как молоточным хватом, так обратным, так эффектом. Короче говоря, по разнообразию хватов Данди тоже выигрывает. Но, кстати, фехтовальный один из самых удобных, потому что вот когда держишься вот так, рукоять, где клипса падает непосредственно на подушку ладони, сюда получается поставить указательный палец, а благодаря довольно классной насечке на опухе у этого ножа, который действительно держит большой палец, он не гуляет ни из стороны в сторону, и вот и прям можно спокойно работать. Конструкция этой рукояти это классический сэндвич, только вот лайнеры стальные, которые здесь все-таки есть, они спрятаны под накладку из G10. Благодаря этому даже в холодное время года, как, например, сейчас, нож совершенно не холодит руку, ну разве что клипса чуть-чуть. Коль уж я про нее начал, тут клипса глубокой посадки, и в зависимости от расцветки непосредственно самого ножа, меняется и расцветка клипса. Например, на черной и красной версии у этого Данди клипс тоже будет черная. Она хорошо садится на карман, в меру жесткая, то есть вот настолько она отгибается от своего начального положения, и в принципе хорошо с кармана снимается. У него также имеется темлячный штифт, который, ну, полюбил в последнее время делать непосредственно остап хелл. Он располагается вот здесь, рядом с стержной бонкой. И вот тут один из самых интересных моментов с точки зрения конструктива данного ножа. Дело в том, что клипса переставляется на левую сторону, мы это уже выяснили, но вот стяжные винты, то есть вот этот стяжной винт единственный, он и как бы является крепежом для клипса, что с одной, что с другой стороны. Поэтому выкручивать вот эти винты, если они вам как-то визуально мешают, я не советую. Вы просто потеряете жесткость самого ножа и самой конструкции. А так, классный вариант на момент съемок этого видео, а это у нас получается 9 марта 23 года, он стоит 4590 рублей. В принципе, неплохое соотношение цены и качества. Я бы даже посоветовал данный нож своим друзьям, которые ищут себе не шибко здоровый складной нож, а вот как раз таки в средних габаритах. Кстати, пока не забыл, вот так вот выглядят коробочки у ножей именно Bestechman, именно компании Bestechman. Такие серебристые, с золотым, таким позолоченным логотипом. Если вдруг где-то встретите, не пугайтесь, это не какой-то ноунеймовский бренд, это уже знакомые нам Bestechman. Ну а на этом, собственно говоря, все. Благодарю вас за внимание, оставляйте свое мнение под этим видео, будет очень интересно почитать комментарии по поводу ножа, который носит имя того самого мужика в крокодиловой куртке и с интересной шляпой. А я на этом моменте буду с вами прощаться, всем удачи и до новых встреч на нашем канале. Пока!